Артиллерист Сергей Галенко в госпиталь попал неделю назад. До этого он нес службу на передовой. Сергей на жизнь в окопах вовсе не жалуется. Признается, что попал в Харьков после обследования в Северодонецке. Врачи диагностировали у него проблемы с желчным пузырем и рекомендовали лечение. Боец даже в спорт с врачами пытался вступить. Не хотел оставлять товарищей. Но врачи настояли и завтра его ожидает операция. Мне там в Северодонецке в больнице говорят, вам там нужно диету какую-то соблюдать. Я говорю, ну вы же понимаете, что никто мне ничего готовить, какую-то диету не будет. Нас там пять человек, что сварили, то и слава богу, что дали. Перебирать не приходится. Ну и естественно, это же не гражданское, что я могу с работы прийти вечером, отдохнуть, уделить себе внимания. А так круглосуточно находиться как не на дежурстве, так на боевом. В отличие от Сергея Галенко, Виктор Абрамов в госпитале уже больше полугода. После мобилизации попал в 92-ю бригаду, был одним из тех, кто защищает так называемый фасад. Это крайний блокпост в луганском направлении. Под счастьем наступил на растяжку, потерял левую ногу. Говорит, когда прогремел взрыв, он возвращался из боевого наряда. Наблюдали в основном. Недалеко стояли от них, их видно было. Наблюдали за ними. Чтобы не лезли его. Вскоре Виктору Абрамову установят протез. Парень понимает, что на фронт ему уже не вернутся. Но мечтает выйти на свою старую работу. Раньше он был сварщиком. Врачи говорят, что сейчас у них нет такого аврального режима, как год-полтора назад. Но все равно каждый день они принимают с полсотни бойцов с различными повреждениями, травмами и болезнями. Особенно внимательно относятся сейчас к тем, у кого диагностируют пневмонию из-за эпидемии гриппа в Украине. Переважно хворі і травмовані, тому що слизько, холодно, все обмерзло і хлопці травмуються. Но крім того, кожний день практично поступають і поранення, в основному це осколочні поранення. Поранення в тому числі і з важкими пораненнями. Підриви на розтяжках, ті хлопці, які отримують поранення під час обстрілів противникам, всі вони до нас поступають. В госпіталі уверяют, у них є все необхідне для бойців і зони АТО. І хоча більниця зараз практично заполнена, на лічіні здесь знаходиться 471 чоловік, говірят, якщо буде потрібно, в Харкові добавлять дополнітельні міста. Наталія Білокудри, Андрій Домовов, агентство телевидения новості.